Как вы все знаете, любое домашнее животное со временем становится похоже на хозяина. И чем дольше они вместе живут, тем больше они становятся похожими друг на друга. Итак, где-то в Межигорье. Добрый вечер, донщане! Добрый вечер, господа! Здравствуйте! Бонжур, мосье! Дорогие друзья, я напоминаю, что мы с вами находимся на родине австралийских страусов в Межигорье. И сейчас берем интервью у страусов Виктора Федоровича Януковича. Ну, для начала представьтесь, вот вас как зовут, извините? Меня зовут Додо. Додо, очень приятно. Додо, очень приятно. А вас? Композитор, очень приятно. А почему композитор? А когда Виктор Федорович его впервые увидел, он начал кричать, о, Штраус! Штраус! Я понял, да. А вас, простите? Пшел нахрен! Не понял. Нахрен пшел! Что это с ним? Да не обращайте внимания. Это Черныш, он хороший. Хороший. Просто он с батей, ну, с хозяевом, с самого начала, еще с автобазы. Пшел нахрен, говорю я. Нет, все-таки удивительно. Вот такой голос у вас похожий, манера говорить тоже. Скажите, вы вообще многое переняли от своего бывшего хозяина? Ясен пень. А ты думал, у Страусов от природы такое глупое выражение лица? А, извините. Ну ты шо? Ну что ж, приступим непосредственно к интервью. Давай. А, начнем с вашего знакомства с Виктором Федоровичем. Расскажите, как выглядела ваша первая встреча? Ну, приблизительно так. Коля, сука, шо ты стоишь? Загоняй их в вольер, Коля! Давай быстрее, Коля! Давай! Идите сюда, я вас прошу. Ничего, да. Извините. Я понял, понял. Господи, помню. Вспомнили. Вы не выражайтесь, мы в эфире все-таки. Просите. Извините. Да, а, простите за вопрос, зачем вы вообще ему были нужны? Ну, во-первых, мы хорошие товарищи. А, во-вторых, вы знаете, Виктор Федорович очень любил с утречка яишенку из троусиных яиц. Но вы же санцы. Он ел ее редко. Всего шесть раз. Да, это правда. Ну, хорошо. В двух словах, как вам живется сейчас? Плохо. А если в двух, то очень плохо. Да, да. А что ж такое-то? Ну, раньше. Конечно. Все было по-другому. Когда я выходил из вольера погулять, полвыжгорода перекрывали. Просто сейчас нас никто не поддерживает, конечно. Я понял. Да. То есть, при Януковиче вам жилось лучше, да? Не, лучше нам жилось при Кучме. Почему? Потому что мы тогда в Австралии жили. А, я понимаю. Спасибо. Все-таки удивительное дело. Как Виктор Федорович умудрился научить вас говорить? Ну, вы знаете, что при желании можно даже зайца научить курить. Это правда. Хотя мне кажется, что нашего зайца батя научил раньше курить, чем нас разговаривать. Кажись. По-моему, да. 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 Подождите, он что, над всеми животными в зоопарке издевался, что ли? Да вы что, он же был добрейший человек. Конечно. Вы что, просто понимаете, это такая ситуация. Знания о животных батя черпал в основном из мультиков. Ага. Поэтому наш крокодил играл на баяне, кот доил корову, а черепаха носила большие очки и пела песенку. Какой ужас. Не, ужас был, когда батя, Виктор Федорович, решил в сказке разобраться. В какой? Про Каще, знаете. А, да, конечно. Ну, когда яйцо в утку. Ну, да, там, утка в зайце. Утка в зайце. И что? Ну, что, утке повезло. Ей досталось яйцо. А вот зайцу, бедняге, багажник порвали. Я вас просил не выражаться. Ну, извините. Кстати, после этого он и начал курить. Виктор Федорович вообще вот, ну, как человек, расскажите, вот он какой был? Ты знаешь, душевный. Да. Душевный. Когда выпьет стихи, нам читает. Да. Чьи? Без рифмы, свои, наверное, я не в курсе. Смешно, смешно. Не, не, не. Смешно он нам любил, анекдоты рассказывает. Да, не умел, но любил. Да, да. Рассказчик был, Виктор Федорович, классный. Интригу умел держать. Ни чем закончится анекдот. Ничего началось. Ни где смеяться. Ни хрена не было понятно. Знаете, сейчас очень многие говорят, что батя был темной личностью. Не читал. Писал с ошибками и этими печатными буквами. Но я вам скажу так. Как для Страуса, он был достаточно интересной личностью. Да, нам его не хватает. Мы его очень любим. Вы знаете, я Страус, я умно выражаться не умею. Ну, у меня мозги с горошину. Но когда человеку со мной интересно, я это чувствую. Спасибо. Чувствительный Додо. Очень. Что у тебя там? Что? Лапку зажало. Что? Не обращай внимания. Не обращай внимания. Это у нас черныш. Это же зараза. Он чистый сепаратист. Честное слово. Он сепаратюха. Это правда. Это я сепаратюха. Да потому что ты сепар, черный. Не надо ля-ля. Тише, тише. Ты сепаратист. А ну-ка скажи. Позапрошлой весной, когда все началось, кто задницу перья перекрасил в колорадские цвета, а? Что молчишь? Кто в Северодонецке Дубкину речь на съезде писал, а? Кто по-славянску бегал в Балаклаве и кричал «Путин в виде войска». Или ты думал, в толпе в Балаклаве Страуса с колорадской сракой никто не узнает? Стоишь. А кто с Неллей Штепой? А? Когда она была мэром, три месяца подживала. Да я не жил с ней. Да, конечно. Ее пацан на тебя похож. Не надо. Подождите, подождите. Ну, а что? Актуальный вопрос на современную тему. Вот сейчас в Украине выборы, да? Да. Вот как вы к ним относитесь? Никак. От себя. Эти выборы нам не нравятся. Абсолютно. Вот на прошлых было другое дело. Конечно. Нас за людей считали. Голосовать давали. Да. А сейчас что? А сейчас что? За кого голосовать сейчас? За Ляшко, что ли? Это кто? Ну, Фламинго этот кто? А, мягкий, да. Ну, конечно. Почему? Можно за Порошенко, к примеру? Нет, ты что? Петя Балабон. Да ну чего вы так? Да, конечно. Он два года говорит, что продаст Рошен. Продаст завод. И нифига. Вот Батя был красавец. Никому ни хрена не говорил, а потихоньку заводы продавал. Конечно. Мужчина. А помнишь классное время, когда мы все собирались в вольере и к нам все главы СНГ приезжали? Ой, красота в вольере. Значит, сидим мы в вольере. Да. Слушайте. Мы. Лабрадоры Путина. Ага. Сайгаки Назарбаева. Ага. Колька Лукашенко. Ага. Кстати, классный пацан. Да. Спокойный. Сидит, никого не трогает, колорадскими жуками играется и все. Молодец. Ржан Валер. Ржан Валер. А из современных украинских лидеров кто-то приезжал к вам? Да. Виталий Кличко. И как он вам? Странный парень. Да? Да. Подошел к вольеру, начал что-то нам рассказывать. Бросал хлебные крошки и говорил кыс-кис-кис. Да, говорил кыс-кис-кис. И что, весовый отзывались на кыс-кис-кис? Ой. Ну, конечно, когда крошек встало по горло. Отозвались и на кыс-кис-кис. Ну, потом-то он от вас отстал? От нас, да. Да, но он пошел в конюшню, подошел к коню, начал его гладить и что-то на ухо рассказывает. А что, что рассказывает? Я не знаю, что конкретно, но где-то через полчаса конь вот так вот копытами за голову взялся. Да, причем задними. Маханул, да. Ну, а вообще, вот ваш бывший хозяин, да, я так чувствую, был гостеприимным человеком. Да не то слово, ты что, батя очень любил гостей принимать. Да? Отпускать, правда, не очень любил. Куда люди девались, хрен его знает. Но знаешь, самая главная фишка, за что нас любил хозяин? Да, это не за наше знание иностранных языков. No. Не за знание основ политологии и экономики. Это парадигма, конечно. Да, конечно. Есть одна фишка. За которую хозяин нас, собственно говоря, и полюбил. Покажем. Поехали. Удовольствие. Пожалуйста. Внимание. Знатный фишак. Делай раз. Поехали. Эх, шарик. Я так и длинул на цепи. Шарик. Рубал понязь техожи. Шарик. И ваше... Спасибо. Добрый вечер. Спасибо. 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!